Добрый вечер! Вы смотрите новости ТВК в студии Екатерина Лукашенко и сейчас главные темы этого дня. Семейка Адамс, живая мумия и сказочные принцессы, как прошел уже 10-й фестиваль «Летний горнолужник». Прямо сейчас на площади перед Большим концертным залом впервые проходит благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского «Хворостовский и друзья детям». Его организовали семья и друзья артиста совместно с благотворительным фондом Дмитрия Хворостовского. Цель – собрать средства на лечение тяжелобольных детей. На концерте сейчас находится и моя коллега Софья Питеркина. Соня, много ли человек пришли на концерт? Катя, ну народу здесь очень много, буквально не протолкнуться. Публика очень хоров собралась и аплодирует, очень тепло принимают знаменитых наших артистов российских. Сегодня на концерте собрался весь свет. Оперные сцены – это Эльдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Сергей Скороходов, Айгуль Ахмечна, велочалист Борислав Штрулев и также композитор и дирижер Константин Арабелян. Он как раз стоит во главе Красноярского симфонического оркестра сегодня. Ведет концерт Аскар Кучера. Вот сейчас на сцену, как мы видим, вышел Сергей Скороходов. Давайте послушаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо за его музыку, за творчество и вообще за то, что он с нами был. А он сегодня с нами, потому что я уверена, что он нам обязательно помогает. И во всех наших начинаниях то, что он когда-то начал, это великое дело. И мы, друзья, постараемся продолжать это. Зашел к нему в гримерку, чтобы его поздравить, и мы с ним разговаривали. И тогда вот он мне сказал, что, Эльдар, у меня есть идея сделать такой благотворительный концерт. Тогда был только один в Ростовске и друзья, дети. Он говорит, если ты будешь свободен, ты бы смог приехать. Я говорю, конечно, с удовольствием. Сегодня мы здесь, чтобы продолжить то, что начинал Дима, продолжить вот эту серию концертов в Ростовске и друзья, именно дети. И, конечно же, сегодня концерт будет произвешен на самом деле. То есть он всегда с нами, всегда в наших сердцах. Так что не пропустите новости ТВК. Завтра, как всегда, в 20.00. Катя. Спасибо, Соня. Это была Софья Питеркина с концерта в памяти о Дмитрии Хворостовском. А уже завтра в 20.45 смотрите интервью с супругой Дмитрия Хворостовского, Флоранс. В беседе с Алексеем Клешко она рассказала о любимых ролях Дмитрия Александровича, об их истории любви, а также о том, как они вместе боролись со страшной болезнью. Даже я помню первый раз, когда я приехала в Вену, мы только-только познакомились, и он мне встречал в аэропорту, и вот такой огромный букет розы в этом самом начале. И то мне давали сильно. Мой муж, который я люблю больше, чем все, и я должна ему дать силу, и никогда пускать руки, и значит, это все. Это было ужасно, конечно. Ну, Дима, сколько он хотел такой сильный, он сказал сразу, ну, я буду бороться. И бороться. И бороться. И бороться. И стараться. Два с половиной года, да. Полную версию интервью смотрите завтра в 20.45 в программе «После новостей» на телеканале ТВК. Залп миллионов огоньков накануне Красноярск отпраздновал свой второй в этом году день рождения. Проспект Мира на весь день стал пешеходным и превратился в центр праздника. Там работали сотни развлекательных площадок. Кульминацией торжества стал фейерверк. В этом году его запускали недалеко от Вантового моста. Длилось шоу 8 минут. Самые лучшие моменты праздничного салюта смотрите прямо сейчас. К слову, в этом году фейерверк стал частью целого светового шоу. Во время салюта впервые запустили новую подсветку Вантового моста, Большого концертного зала и Левобережной набережной. Над подготовкой программы работала целая команда – режиссеры, сценаристы и программисты. По словам мэрии, шоу получилось по-настоящему европейским. А вот проспекту Мира света все-таки не хватает. Сотрудники ГИБДД завели административное дело на городскую администрацию за новые фонари, которые плохо освещают дорогу. Напомню, на этой неделе дорожные полицейские вместе со съемочной группой новостей ТВК вечером выехали на проспект проверить освещенность главной улицы города. И проверку новые фонари не прошли. Уличный свет не соответствует нормативам. Уровень освещенности на некоторых участках оказался ниже почти в два раза. С такими фонарями проспект небезопасен для водителей и пешеходов. Такое освещение в центре, по словам сотрудников ГИБДД, просто недопустимо. Полицейские выдали мэрии предписание все нарушения устранить и сделать мира светлее. Муж руководителя крупной красноярской организации волонтеров Оксаны Василишиной скончался в больнице. Об этом сегодня сообщила сама женщина на своих страницах в соцсетях. Напомню, 15 августа Олега Быкова серьезно избили за киосками на автовокзале «Восточный». С тяжелыми травмами его госпитализировали, однако спасти пациента врачам не удалось. На следующий день после драки полиция задержала подозреваемого. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Супруга убитого Оксана Василишина просит помочь найти свидетелей той драки. По словам женщины, на вокзале были люди, но никто из них не помог. Отметим, Оксана Василишина руководит волонтерским отрядом поиск пропавших детей с 2012 года. За 6 лет под ее руководством добровольцы провели почти тысячу поисков. За прошлый год силами волонтеров удалось найти 30 детей. 5 часов слежки в Красноярском аэропорту прошел ежегодный спотинг. Больше 80 фотографов выслеживали взлет и посадку самолетов, чтобы сделать лучший кадр. Почему авиаувлечение изначально было без фотоаппаратов, и когда пройдет следующая фотоохота за самолетами, в репортаже Ильи Керпса. Здесь нужно наловить момент. То есть нужно быть более активным, бежать за самолетом. Постоянно крутить объектив и настраивать фокус, чтобы не упустить из вида самолет. Споттеры из четырех сибирских городов в аэропорту Красноярск ловят на фотоаппарат взлет, посадку и просто стоящие авиамашины. В кадре должен быть лишь самолет, причем в центре и крупным планом. Сделать это непросто, ведь его скорость почти 200 км в час, а расположение меняется каждую секунду. Споттерам-новичкам уследить за этим сложно, не говоря уже об отслеживании модели самолета. Я за рейсами не слежу, но я слышала, что ребята, участники, которые сюда уже едут не первый год, им очень интересно. Они смотрят, когда какой рейс прилетает и активно ждут, когда же можно увидеть будет и отснять. Это сейчас современные споттеры гонятся за лучшими снимками. Изначально цель увлечения была в определении номера и рейса самолета, поэтому по-настоящему увлеченные этим делом люди ходят на охоту еще с блокнотом и подзорной трубой. Алексей прилетел в наш город с Барнаула, работает в продажах больше пяти лет, а споттингом увлекается второй год. Самое, конечно, классное время для съемки, на мой взгляд, это когда солнечный день, солнце в зените находится, то есть получаются самые яркие и сочные картинки. Но, опять же, в дождливую погоду классно снимать, когда, допустим, взлет-посадка, когда эти эффектные кадры от облака воды, от самолета. Ну, а ночью, ночью это освещение, то есть огни. Два дня больше 80 человек объективами выслеживали самолеты. Попасть на посадочную полосу, говорит руководство аэропорта, можно лишь раз в год. Мы получаем фотографии от споттеров, которые мы потом можем использовать для публикации в соцсетях, для каких-то еще своих медиа целей. Ну, и эта работа с сообществом любителей авиации, для них это важно, и мы даем такую возможность. А те, кто упустил эту возможность сейчас, повторить споттинг в аэропорту Красноярск обещают в следующем году. Следили за самолетами Илья Керпцев, Виталий Субботин. Новости ТВК. В подарок на День города красноярцы получили хор Турецкого. Самые яркие моменты через две минуты. Пункт продажи билетов на универсиаду открылся в Красноярске. Через семь минут расскажем, где и за сколько их можно приобрести. В эфире новости ТВК мы продолжаем. Хор Турецкого снова в Красноярске. Накануне на площадь перед БКЗ пришли несколько тысяч зрителей. Почти два часа артисты хора Турецкого пели для горожан свои хиты. Самые яркие моменты концерта смотрите в сюжете далее. «Тем, кому за 30 здесь больше. Ну что, люби меня крепче. Поем на испанском. Проверим тебя в Красноярске». «Тем, кому за 30 здесь больше. Ну что, люби меня крепче. Поем на испанском. Проверим тебя в Красноярске». «От которой так хочется жить». «Мы здесь крайний раз были 11 июня 2017 года. Прошло чуть больше года. Мы уже реально соскучились. Я, когда приезжаю в Красноярск, всегда восхищаюсь тем, какие здесь необыкновенные люди. Столица Восточной Сибири слава». «Но радостно встретит герои крымачьи. Радимая наша земля». «Но мы уже не первый раз на концерте Турецкого. Каждый год они приезжают и мы ходим. Впечатления огромные на барабанике». «Мурашки от музыки». «Очень даже». «Отличный, замечательный. Пор Турецкого ждали. Я очень рад. Я только вернулся с Алтая и Красноярск дарит ощущение прекрасное. Не хуже, чем Алтай». «Белеет мой парус. Добавить итоги на фоне стальных кораблей». «Мэр в танцах». Сергей Еремин поучаствовал в гонке программы «Танцы на ТНТ». Организаторы шоу решили провести акцию. В ней приняли участие 21 город России, Красноярск в том числе. На проспекте Мира установили танцпол. Каждый желающий мог выйти на сцену и станцевать. Не мог пройти мимо и пустился в пляс и глава города. «А пока ребята танцуют, я хочу сказать, что сегодня у нас танцевальная гонка. Сегодня мы должны танцевать за восьми вечера». Танец градоначальника зрители оценили и похлопали мэру, а после ему, как и всем участникам, подарили призы. Отмечу, во время танцевальной гонки Красноярск боролся за звание танцевальной столицы России. Главное условие – побеждает тот город, который протанцует дольше всех. При этом танцевать нужно непрерывно. Время фиксировал специальный секундомер. Итоги организаторы обещали подвести в ближайшие дни. Семейка Адамс, мумия и принцесса Жасмин. Сказочные и мифические персонажи сегодня приняли участие в летнем горнолужнике. Это костюмированный спуск с водной горки. В этот раз желающих окунуться в пенный бассейн было около 40 человек. При этом участники сами создавали костюмы и плот, на котором спускались. Были среди них и иностранные гости. Это сумасшедший. Был такой быстрый спуск, я даже не понял, что произошло. Что ты думаешь? Это немного странное развлечение, но я просто получала наслаждение. Это прекрасно. Я уже третий год принимаю участие, поэтому традиционные уже старты. Какие эмоции сегодня? Вода холодная, как всегда, каждый год. Но сегодня зато тепло, в отличие от предыдущих годов. Сегодня тепло. Абсолютным горнолужником жюри назвали команду «Семейка Адамс». Они получили главный приз – 30 посещений в комплекс «Мираж» на следующий год. Отметим, фон парк «Бобровый лог» уже традиционно закрывает купальный сезон катанием с горки в необычных костюмах. В этом году для красноярцев это стало уже юбилейным десятым заездом. Билет на универсиаду. В городе открыли пункт по продаже билетов на зимние студенческие игры 2019. Касса работает в здании Большого концертного зала Краевой филармонии. Теперь красноярцы и гости города могут купить проходной не только через интернет, но и по старинке. Билеты будут печатать на специальном бланке. После использования его можно сохранить на память, говорят организаторы. Сейчас доступны билеты на соревнования по всем видам спорта. А вот проходной на церемонии открытия и закрытия универсиады поступят в продажу только осенью. Точные даты в дирекции студенческих игр не называют. Отметим, кассы в БКЗ будут работать ежедневно с 11 до 20 часов. Стоимость билетов начинается от 100 рублей. Надо красноярцам, в первую очередь, жителям Красноярского края, не ждать, пока там самой универсиады прийти сейчас, комфортно выбрать себе те виды спорта, те места, которые мы бы хотели, потому что вот сейчас месяц-два еще билеты будут в хорошем выборе. Поэтому активнее приходите, оценивайте кассу, изучайте программу спортивную и выбирайте свои любимые спорты. Верните владельцам. В сети обсуждают задержание в Бельгии крупной партии кокаина с эмблемой «Единой России». Груз весом 2 тонны прибыл в порт Гента из Бразилии. Наркотик расфасовали по пакетам с логотипом, очень похожим на эмблему российской партии «Медведем и Триколором». Единороссы к инциденту отнеслись с юмором. А Евгений Ревенко, замсекретаря Генсовета партии, на странице в Фейсбук отметил «Вот она, слава!». Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии. Он предположил, что дилеры выбрали символ из-за его привлекательности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова